МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полуторамесячная девочка погибла в результате пожара на Новой Кушве. Трагедия произошла накануне днем в квартире дома по улице Монтажников. Подробности через несколько секунд. Цыганский табор доставляет неудобства жителям Тагилстроевского района. Стихийное поселение разрослось недалеко от железнодорожного моста. Претензии выслушали наши корреспонденты. Объявления с просьбой жителям очистить козырьки балконов от наледей и сосулек появились накануне на дверях подъездов 25-го дома по улице Первомайская. Их распространила управляющая компания. Насколько правомерны действия УК? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях четверга. Полуторамесячная девочка погибла в результате пожара на Новый Куш. Ведь трагедия произошла накануне днем в квартире дома по улице Монтажников. Ребенок спал в сумке-переноске. Рядом для обогрева была установлена электроплитка. Предположительно, загорелся синтетический материал, из которого была сделана люлька. Малышка получила ожоги всего тела. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. От полученных травм ребенок скончался в больнице. На место выехали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, отдела полиции номер 18 для выяснения обстоятельств случившегося. Ребенок находился в переносном коробе-коляске на полу. В метре от данного короба находилась двухконфорочная плитка, которая была включена для подогрева комнаты. Отец вышел в ванную на непредложительное время. Бабушка, которая находилась также в квартире, она находилась в синей комнате. Сотрудники полиции выяснили, что 30-летняя мать вместе с супругом воспитывают еще двух детей. Одному 8, другому около двух лет. Никаких документов на детей родители найти не смогли. При этом в самой квартире царила антисанитария. Повторно выезжали инспектора. Вместе с представителями органов опеки дети были изъяты и помещены в больницу. На момент проверки также были антисанитарные условия дома. У детей не было чистой одежды, продуктов питания, антисанитарные условия, маленькая девочка, которая год и 9 была в грязной одежде. Правоохранители приняли решение о помещении детей в детскую больницу. Пока проводится проверка, малыши будут находиться в медицинском учреждении. В дальнейшем их судьбу будут решать органы опеки. В ДТП на автодороге Екатеринбург-Серов пострадали 4 человека. Накануне вечером на 128-м километре Серовского тракта водитель «Шкоды Суперб» при обгоне столкнулся на встречной полосе с автомашиной «Хёнде Туксан». Выезжал на машину, мне на встречную полосу легковая. Решил прижаться правее, чтобы избежать столкновения. Водитель встречного автомобиля тоже, ну как, он уже, он поехал влево, получается, на мою обочину. Произошло столкновение. Водитель автомашины «Шкода Суперб», следуя по автодороге Серов-Екатеринбург на 128-м километре, не убедился в безопасности дорожного движения при совершении обгона, совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомашиной «Хёнде Туксан» в следующем встречном направлении. В результате удара водитель и три пассажира «Шкоды Суперб» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городские больницы. Водитель «Хёнде Туксан» не был травмирован, но его машина серьезно повреждена. Город Кубку мира по прыжкам на лыжах с трамплина готов. Сегодня в администрации прошло совещание по организации приема гостей и спортсменов. На долгой работают порядка 115 волонтеров. Это студенты, сотрудники предприятий, в основном молодежь. Но среди них есть и волонтер, которому 50. Международный старт 2016 года. Репортаж Натальи Филимоновой. Подготовка к Кубку мира по прыжкам на лыжах с трамплина близится к кульминации. Уже завтра на горе Долгая пройдет генеральная тренировка спортсменов. С понедельника там работает порядка 115 волонтеров. Волонтеры задействованы в этом году не просто на встрече команд, а и на обеспечение непосредственно работы со зрителями на комплексе. Также ребят привлекают для судейства, для работы в аккредитационном центре. И в общем-то достаточно серьезные моменты, которые приходится решать. Вопросы, ответственность за эти вопросы лежит на наших волонтерах тагильских. Для гостей международных соревнований будет организовано горячее питание, чай и кофе, а также в продаже сувенирная продукция, в том числе и с символикой Нижнего Тагила. Для зрителей будет организовано три точки общественного питания. Кроме этого будет два автофургона, мобильный кофе и четыре точки по организации продажи сувенирной продукции. В Нижнему Тагилу, как принимающей стороне, на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина отведено место по обеспечению соревнований сервисом. Сюда входят и подъездные дороги, и парковочные места. Все, что касается подготовки, скажем так, площадки и инфраструктуры для проезда автотранспорта, в принципе, мы со своей задачей, я считаю, что справились. То есть парковка, в общем-то, для горожан, она готова, освещение на данной парковке, оно будет, мы его установили. Маршрут движения людей от парковки до трамплинового комплекса, освещение также будет, там столбы уже стоят, будут работать. Ну и, соответственно, дороги все прочищены, подсыпаны. На сегодняшний день город с задачей справился, говорили на совещании по подготовке к принятию Международного Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Евгений Нитунаев. Новости Тагил-ТВ. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов посетил очередную сессию школы мэров. Ее провел сегодня первый вице-губернатор Алексей Орлов. Участники обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях области. Сфера ЖКХ способна стать сферой острой социальной напряженности, конфликтов, поскольку затрагивает жизненные интересы и качество жизни наших людей. Именно поэтому деятельность органов местного соуправления, которая связана с капитальными ремонтами, строительством жилья, выбором подрядчиков, контролем за деятельностью управляющих компаний, должна быть максимально прозрачно и открытой. Эти вопросы находятся сегодня в сфере особого контроля губернатора Свердловской области. Жители муниципалитетов должны иметь полноценный доступ к информации по всем вопросам в сфере ЖКХ, отметил вице-губернатор. Участники школы мэров обсудили меры для повышения эффективности привлечения инвесторов в территории. Особенно это касается коммунальной сферы. Сегодня для привлечения частного капитала в сферу ЖКХ области есть все возможности. Привлечь внебюджетные средства возможно через заключение энергосервисных контрактов или через заключение концессионных соглашений. Министром инвестиций и развития Свердловской области стал Дмитрий Нисковских. Руководитель ведомства сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей. На этом посту он заменил Алексея Орлова, который был назначен первым заместителем губернатора Свердловской области. Дмитрий Нисковских закончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2014 года был заместителем министра инвестиций и развития Среднего Урала. Объявление с просьбой жителям очистить козырьки балконов от наледей и сосулек появились накануне на дверях подъездов 25-го дома по улице Первомайская. Их разместила управляющая компания ООО «Стандарт». Насколько правомерны действия УК узнала Анна Хабарова. Уважаемые собственники, просьба очистить козырьки своих балконов от наледей и снега во избежание чрезвычайной ситуации. Такое объявление появилось накануне на дверях подъездов 25-го дома по улице Первомайская. Жителей произошедшее крайне возмутило. «Нет, должны, наверное, жеву всё-таки. Они жильцы. Потому что они должны соблюдать же технику безопасности. Я думаю, что этот козырь должен делать. Из козырьков убирать снег». Подобное объявление, говорят жители 25-го дома по Первомайской, появилось впервые. До этого уборку снега и наледи производили сотрудники управляющей компании. Сегодня они почистили только козырёк. До балконов не дошли. «С балкона, чтобы нам убрать, нам надо открыть балкон. У нас не открывается, у нас замёрзший. Нам нереально убрать с балкона. Поэтому предложение, чтобы убирала управляющая компания». Дом на Первомайской – единственный, где появилось подобное объявление. Директор управляющей компании ООО «Стандарт» до этого предупреждал жителей в устной форме. Никто козырьки своих балконов не почистил. Между тем сосульки и наледь угрожают прохожим. «Собственность жильцов – это балконные козырьки. И по мере необходимости они должны их очищать. Если у них такой нет возможности, они должны обратиться в управляющую компанию с просьбой помочь им в этой ситуации. Управляющая компания никогда не отказывает, потому что прекрасно понимает сложность производства этих работ». Пока от этого дома в управляющую компанию с просьбой помочь никто не обращался. Между тем, как пояснили в управлении ЖКХ администрации города, УК действовало в рамках своих полномочий – предупредить жильцов дело организации. «Здесь ситуация следующая. То есть обязанность по уборке с этих конструкций, которые самовольно, по сути, собственники соорудили, то есть лежит именно на собственнике, потому что это не является общим имуществом дома. А управляющая компания обязана постоянно наблюдать за состоянием жилого дома и своевременно предупреждать о необходимости производить работы. То есть если есть какая-то угроза, они просто обязаны предупредить собственников». Тем жителям, кто не почистил свои балконы от наледей снега, грозит административная ответственность. В России уже известны случаи, когда на собственника квартиры заводили уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности. Анна Хабарова, Павел Охотников, Артем Небелицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагилтв. Докучливые соседи на Малой Кушве не могут свыкнуться с образом жизни местных цыган. Жалобы регулярно направляются в различные инстанции. Претензии выслушали и наши корреспонденты. Капитан полиции Зульфия Кудрявцева работает участковым на Малой Кушве много лет. Разумеется, прекрасно знакома с проблемами микрорайона. Обращения, связанные с присутствием здесь цыган, поступают от жителей из Тагилстроевской и городской администраций. Реакция следует. Рейдовые мероприятия проводим по паспортному режиму. Там есть несколько ранее судимых граждан, которые я лично проверяю раз в месяц, раз в квартал. Нарушений не выявлено. По крайней мере, с моей стороны, с нашей стороны сотрудников не выявлено. Если с законодательством приезжие стараются не шутить, то в быту куда как менее аккуратны. Нарушения порядка, незначительные с точки зрения тех, кто их допускает, вызывают раздражение соседей. Они живут здесь, их много очень домов. Сначала один дом был здесь построен, потом начали все пристраиваться. Поставили шесть домов построить. Пристраивается, и ни одного туалета нет. И ходят к забору, на тротуары вообще пройти нельзя. Какая-то санитария должна у нас быть вообще-то. В целом, отношение к цыганам в микрорайоне спокойное. Напряжение возникает из-за отсутствия у представителей этнического меньшинства, желания прислушаться к замечаниям и тщетность попыток на ситуацию повлиять. Вот у нас на Малой Кушве цыгане – это большая-большая проблема. У нас вот четыре табора, и вот такое чувство, что у них соревнования у кого грязнее. Вот сейчас снег, не видно ни мусора, ни грязи. Но когда растает, это будет помойка вокруг всех домов, на улице, везде. И это так постоянно на протяжении многих лет. Будет ли найдено какое-то решение – вопрос открытый. Алексей Алексеев, Артем Небылицын, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Завтра, 9 декабря, во всем мире отмечается День борьбы с коррупцией. Он был утвержден Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году. Ежегодно в этот день в различных странах, в том числе и в России, проходят демонстрации, встречи, конференции и другие события, посвященные развитию антикоррупционного движения. В этом году в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, ГУФСИН России по Свердловской области открывает прямую телефонную линию. С 13 до 16 часов вы можете позвонить по телефону, который вы видите на экране, и сообщить о фактах коррупции, а также обратиться с вопросами и предложениями. С 11 декабря на Свердловской железной дороге вводится новый график движения поездов. Согласно изменениям, утренний рейс «Ласточки» с сообщением Нижний Тагил-Екатеринбург по воскресеньям будет перенесен на более востребованное у пассажиров дневное время. Скоростной электропоезд будет отправляться из Нижнего Тагила в 15.14 и пребывать в Екатеринбург в 17 часов 3 минуты. На Уралвагонзаводе появится сервисная программа по гарантийному обслуживанию подвижного состава, производимого предприятием. Как сообщили в пресс-службе корпорации, УВЗ будет осуществлять техническое обслуживание и текущие отцепные ремонты вагонов. На данный момент создано управление сопровождением жизненного цикла подвижного состава. Пост-гарантийное обслуживание включит в себя организацию магазинов-складов, в местах проведения ремонта вагонов и прямую продажу оригинальных запчастей. Тагильчанин Сергей Брюханов, преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, стал стипендиатом Министерства культуры Свердловской области. Его проект был отмечен в конкурсной номинации «Молодой талантливый автор». О проделанной работе – следующий материал. Преодолеть сложности во владении отдельными предметами, используя навыки других, иногда окажущихся далекими, предлагает студентам Сергей Брюханов. Консультации он дает, основываясь на методической программе, которую разработал. Ее название – Студенческое научно-художественное общество. Система построения информационной работы в художественном учебном заведении. Цель заключается в развитии наших студентов, не только наших, потому что это комплексная программа, она в принципе пригодна для любого вуза. Мы сложным образом выстраиваем междисциплинарные связи, то есть мы создаем новые курсы, новые какие-то направления, чтобы у студентов была возможность работать и творчески развиваться. От результатов обучения и устремлений во многом зависит достижение в профессиональной деятельности, уверен автор программы. Доказав это собственным примером, он пытается оказать поддержку другим. Поощрение Министерства культуры Свердловской области – подтверждение тому, что направление выбрано верное. Этот диплом подтверждает и уровень подготовки кадров, но самое главное для меня как руководителя – ценно то, что молодой специалист с своим профессиональным задором и даже определенным пафосом показывает, как можно быть успешным в сегодняшнем дне. Еще одна стипендия в номинации «Ведущий мастер» досталась известному тагильскому скульптору Анатолию Неверову за эскизы памятника уральскому писателю Дмитрию Мамину-Сибирику. Алексей Алексеев, Любовь Шевченко, Евгений Нитунаев. Новости Тагил-ТВ. Вектор успеха направлен на Нижний Тагил. В городском дворце детского и юношеского творчества прошел очный этап конкурса в рамках областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства». Более 20 команд органов ученического самоуправления претендовали на звание лучшей. В первую очередь дает возможность ребятам взаимодействовать друг с другом. Благодаря этим конкурсам ребята совершенно разных, отдаленных территорий знакомятся с деятельностью друг друга, смотрят, что интересного у них в территории, а что интересного в другой территории, обмениваются опытом, новыми идеями, новыми какими-то интересными мероприятиями. Поэтому для ребят это возможность показать себя, возможность посмотреть на другие территории области и вот как-то перенять их опыт для своей деятельности. В этом году вектор успеха прошел уже в четвертый раз. За звание лучшей команды органов ученического самоуправления боролась 21 сборная. Нижний Тагил представляли старшеклассники 90-й школы. Участники в творческой форме презентовали свое объединение и свои направления деятельности. Победители отправятся на всероссийский этап конкурса, который пройдет в Москве. Новый проект «Театр за столом» презентовали в Центральной библиотеке. Эта творческая студия создана специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как еще помогают инвалидам быть востребованными и реализовать свои способности, расскажет Ольга Фатыхова. Владислав может передвигаться только в инвалидном кресле. Сегодня для него стала доступна Центральная библиотека, благодаря установленному подъемнику на входе. Для мальчика это очень важно. Он любит читать и пишет стихи. Сюда, пусть не каждый день, но теперь будет приходить, чему очень рад. Это нужно, очень нужно, чтобы было у таких людей культурное развитие, чтобы дома не сидеть целыми сутками. Очень нравится, что сейчас у нас подрастающее поколение именно театром интересуется. У нас культура все равно имеет какой-то авторитет в обществе. «Волшебство наших рук» – так называется выставка. В экспозиции представлены работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Выполненные под руководством педагогов художественно-эстетической школы в разных техниках. Резьба по дереву, вышивка, плетение из бисера, роспись подносов, выжигание. Евгений представил сразу несколько своих работ. Подносы лиси в гору, там русалочка, цветы и дятла. Более всего, что мне нравилось, роспись подносов. После открытия выставки организаторы презентовали новый проект – «Театр за столом». Эта студия создана специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники попробовали себя в роли артистов, читая пьесы по ролям и сыграли небольшую сценку. В рамках проекта такие встречи будут проходить регулярно. Мы всегда хотели организовать в библиотеке для таких людей клуб, общение. Ну и чтобы это тоже было не просто так, а с пользой и для нас с пользой. Вот такой рода театр за столом, театр книги будут организовали и будут проводить наши сотрудники на базе центральной городской библиотеки. В завершении для гостей библиотеки студенты педколледжа номер один показали новогодний спектакль «Золушка». Ольга Фатыхова, Артем Небелицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Почта Деда Мороза начала свою работу в Нижнем Тагиле. В 34-м почтовом отделении по проспекту строителей появился необычный праздничный ящик. С его помощью можно отправить письмо главному зимнему волшебнику. Это ящик конкретно для писем Деду Морозу. Приходят детки с родителями и именно сюда кладут, чтобы получил Дед Мороз их письмо. Письма каждый день сортируются и каждый день отправляются. Все письма и открытки доставляют в резиденцию Деда Мороза в Великому Устью. От Тагильчан уже отправлено 53 послания, а в прошлом году их было более 200. Новогодняя почта продолжит свою работу до середины января. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на пятницу 9 декабря 63 рубля 39 копеек. Евро 68 рублей 24 копейки. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 63 рубля 59 копеек. Покупки 63 рубля 15 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 68 рублей 55 копеек. Реализовать за 68 рублей 15 копеек. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Турнир в честь именитого спортсмена вновь пройдет в столице Урала. Завтра в Екатеринбурге стартует кубок Александра Попова. На него планируют приехать порядка 500 лучших пловцов из 60 регионов России, а также стран СНГ и Европы. В ходе соревнований будет разыграно 50 комплектов медалей в индивидуальных и эстафетных дисциплинах. Почетными гостями мероприятия традиционно будут победители первенств мира и Европы, заслуженные мастера спорта, а также другие уважаемые гости. Напомню, в прошлом году четырехкратный олимпийский чемпион посещал Нижний Тагил. В бассейне УВЗ он провел мастер-класс для всех желающих и оценил инфраструктуру физкультурно-оздоровительного комплекса президентский. Кубок Александра Попова будет проходить в бассейне «Юность» в Екатеринбурге до 11 декабря. Вратарем недели стал воспитанник «Спутника». Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата ВХЛ этого сезона проанализировала статистику результатов и определила лучших игроков недели. В их число попал и тагильский спортсмен. Лучшим голкипером стал 21-летний Егор Назаров. К слову, на прошлой неделе он сыграл в двух победных матчах, отражая в среднем 98,5%. Бросков в створ ворот. Коэффициент надежности вратаря составил 0,5%. В одной игре Назаров оставил свои ворота в неприкосновенности. В «Спутник» хоккеист пришел месяц назад из Челябинского трактора. Такова была информационная картина дня. Смотрите нас в сетях кабельных операторов. МТС аналоговой 40-я кнопка, цифровой 32-я. Также нас могут увидеть и абоненты IP-телевидения. Конвекс 225-я кнопка. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажей, дарим призы. Спонсор рубрики – компания «Арт-Медиагрупп». В декабре действуют специальные предложения. Спланируем вашу рекламную кампанию под любой бюджет. «Арт-Медиагрупп». Расширяем возможности. Всего доброго. Спасибо за внимание.